Из первых рук текущие проекты Казанского федерального университета. Зачем? Ради науки. Казанский федеральный университет в рамках ознакомительного визита посетили представители телеканала «Наука». Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Елизаветы Никитина. 5 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится КФУ «Лайф». В мероприятии смогут принять участие абитуренты и их родители. На вопросы о приемной кампании этого года будет отвечать Александр Бибик, ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета. Во встрече также примут участие известные выпускники ВУЗа. Филипп Зарубин, Мария Крюкова, Асяги Затулина. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию. В Казанском федеральном университете состоял заседание ученого совета. Подробности смотрите в следующем сюжете. В научной библиотеке имени Лобачевского состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. В начале мероприятия исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский наградил работников и студентов университета почетными грамотами и дипломами о присуждении именной стипендии. В ходе встречи участники заседания обсудили текущие проекты. Буквально пару часов назад министр науки и высшего образования Фольков Валерий Николаевич предписал приказ о победителях конкурса по созданию передовых инженерных школ. Наш университет попал в число победителей этого конкурса. Я хотел от всей души поздравить коллег из институтов, которые принимали участие, коллег из набережной Челнинского института, коллег из КАМАЗа, которые предложили большие усилия к тому, чтобы наша заявка была одобрена. На повестке дня был выдвинут ряд вопросов. Выбор заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, присвоение ученых званий, а также выдача дипломов докторам и кандидатам наук. Помимо этого участники мероприятия обсудили возможность дополнительного финансирования научных проектов университета. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз. Пресс-служба Роспотребнадзора официально объявила о снятии всех ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, что ряд запретов, в том числе и масочный режим, действовали на территории страны с начала 2020 года. В Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие по случаю завершения учебного года подготовительного факультета для иностранных студентов. Детали смотрите далее. 1 июля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошла торжественная церемония вручения дипломов об окончании подготовительного факультета иностранным учащимся. Руководители Казанского федерального наградили студентов дипломами об успешном завершении учебного года и отметили, что учащиеся за время обучения проявили себя активно не только в изучении предметов, но и в полноценной научной и студенческой сферах. Учить биологию, химию, математику, русский язык такой сложный – это очень серьезная задача. Многие из вас с ней справились очень-очень хорошо. Надеюсь, что год был для вас интересным, наполнен был не только учебой, но и событиями, мероприятиями, концертами, общением, дружбой. Поэтому я очень надеюсь, что этот год, проведенный в стенах Казанского федерального университета, он запомнится вам на всю вашу жизнь. Подготовительный факультет для иностранных учащихся был образован в 2010 году и успешно реализует подготовку студентов по сей день. Ребята из разных стран обучают русскому языку как средство для получения специальности и общеобразовательным предметом для успешного продолжения обучения на факультетах и институтах как Казанского федерального, так и других вузов России. Для этого тут недостаточно просто язык знать, в нашем случае русский язык, а мы еще и английский даем для обучения на английском языке. Но необходимо также подтянуть знания по биологии, физике, химии, то есть чтобы студенты по математике могли учиться дальше, то есть после подготовительного факультета могли поступить или в Казанский университет, или в другой российский университет. Главное, что они выбрали Россию. Жизнь слушателей подготовительного факультета не ограничивается лишь посещением учебных занятий. Студенты имеют возможность заниматься спортом и реализовывать свой творческий потенциал. Сотрудники подготовительного факультета проводят мероприятия для ознакомления учащихся с культурой России и Республики Татарстан. Каждый иностранный учащийся имеет возможность найти для себя занятия по душе. Я вот как раз принял участие на Олимпиаде по русскому языку. И хорошо, что я занял первое место. И для меня это вообще-то неожиданное такое достижение, учитывая, что до этого у меня не было такого события в жизни. Поэтому я рад, что я в Казани имел такую возможность. Подготовительный факультет для иностранных студентов Казанского федерального университета имеет разнообразную программу обучения. Предбакалавриат, предмагистратура, предаспирантура, летняя и зимняя школа. Прием заявок на 2022-2023 учебный год открылся уже 11 апреля. Подробную информацию вы можете получить по телефону 233-70-27 и по электронной почте admissionsobakkpfu.ru Детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра в месте Казанского федерального университета посетил помощник полномочного представителя президента России Владимир Колчин. Все подробности встречи узнавала наш корреспондент. В рамках рабочего визита в Республику Татарстан, целью которого было знакомство с реализацией проекта «Ментальное здоровье», помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» Казанского федерального университета. О концепции детского сада гостям рассказала заведующая Эльвира Садреддинова. Она сообщила, что детсад реализует модель междисциплинарного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Уникальность проекта заключается в объединении усилий ученых и специалистов детсада с целью разработки эффективных технологий успешной социализации, реабилитации, абилитации ребенка с раз, а также консультирования семей. В процессе знакомства с инфраструктурой детского сада гости задавали интересующих вопросы представителям вуза и сотрудникам детского сада, а также обсуждали возможные варианты взаимодействия. Безусловно, я поддерживаю со всех сторон, вообще изо всех сил, любую науку в направлении аутизма, и то, что у вас это есть, это совершенно прекрасно и здорово. Детский сад рассчитан на посещение 50 детей. Они находятся в саду 5 часов для смены, с 7.30 до 12.30, и с 13.30 до 18.30. В каждой группе не более 5 детей. Таким образом, предусмотрено функционирование 10 групп коротковременного пребывания. Возраст детей от 3 до 7 лет. Сегодня был своеобразный отчет о проделанной работе за прошедший год. И мы очень рады, что тот образовательный опыт, наши научные исследования вызвали большой интерес коллег. Мы наметили пути сотрудничества, и я надеюсь, что вот такой своеобразный посыл, одобрение нашей деятельности станет важным стимулом для нашего дальнейшего развития. Сейчас для родителей детей, посещающих детский сад, разрабатываются цифровые диагностические и образовательные ресурсы. Они будут запущены осенью этого года. Телеканал «Наука» посетил Казанский федеральный университет. В рамках ознакомительного визита, приуроченного к объявленному в России десятилетию науки и технологий, журналисты и продюсеры канала «Науки» познакомились с учеными и активными студентами ВУЗа, лидерами научной среды Казанского университета. Институты фундаментальной медицины и биологии, химический институт имени Бутлерова, институты физики, геологии и нефтегазовых технологий представили участникам делегации новейшие разработки и исследования научно-технологических лабораторий ВУЗа, рассказали о российских и международных проектах. Сотрудники телеканала посетили мультимедийную студию «Лекторий», совместный проект Казанского университета и российского общества «Знания», направленное на популяризацию науки и собственный телеканал ВУЗа «Универ-ТВ». Посмотрели все, что связано с медициной. Конечно, наверное, вот моим лично главным впечатлением был симуляционный блок. Это просто, наверное, всех, кто не видел, это прямо поражает и производит глубокое впечатление. Очень интересные медицинские прикладные технологии, конечно, тоже прям очень приятное впечатление. И мне кажется, что для наших фильмов очень много интересных тем о таких прогрессивных вещах и ваших достижениях. По результатам первого дня визита состоялся «Круглый стол», посвященный всестороннему сотрудничеству и развитию общих научных проектов Казанского федерального университета и телеканала «Наука». Участники «Круглого стола», исполняющие обязанности ректора Дмитрия Таюрский, руководители институтов, представители ассоциаций молодых ученых и научно-преподавательского состава Казанского федерального университета. Также 1 июля в шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета прошла открытая авторская лекция от научного редактора телеканала «Наука» Ивана Семенова. Он выступал на тему «Научные итоги второго десятилетия 21 века и вызовы третьего десятилетия». Передовая наука, она отодвинулась так далеко вперед, что это уже не то, что мы слышали в школе, и даже не то, чему нас учили, ну, по крайней мере, нас, вот уже людей, так сказать, немолодых, учили в университетах, потому что это все очень сильно ушло вперед. И это некоторый вызов популяризаторам, вот нам в том числе, что нам нужно как-то учиться это понимать, чем занимается передовая наука, и пытаться это объяснять людям. По итогам визита стороны договорились о проработке вопросов реализации совместных исследовательских программ. Конкретные сведения будут известны позднее. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров с заключительного этапа Всероссийской и Республиканской Олимпиад. В мероприятии принял участие Ильсур Хадиулин, министр образования и науки Республики Татарстан. Он вручил дипломы и благодарственные письма школьникам и их педагогам. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова